Шесть дней в потемках после пожара в подъезде одного из домов на Сиреневом бульваре восемь квартир остались без электроснабжения. Помощи от коммунальщиков жители не дождались. Свет в конце туннеля отправился искать городской дозор. Из-за пожара на лестничной клетке два этажа погрузились во мрак. И вот уже шестой день жильцы не могут договориться с коммунальщиками, чтобы им восстановили электроснабжение. Возгорание случилось на площадке между этажами. Кто-то из жильцов не убрал за собой строительный мусор. Огонь уничтожил распределительные щитки, из-за чего восемь квартир остаются без света. Электрики, возмущаются жильцы, бросили наладку на полпути. Протянули основной кабель, видать, а остальное делайте сами. Я сама сделаю этот кабель. Этот я протяну, думаю, счетчики я сама поставлю. Этот инвалид, я пенсионерка. Жители поняли, что эти работы нужно провести за свой счет. Антонина Алексеевна предлагала оплатить их. Но коммунальщики, говорит, даже за деньги не хотят ничего делать. Мне надо от распределительного щитка до моего счетчика протянуть 4 метра кабеля. В диспетчерскую звонила, предлагала, что заплачу. Заплачу – нет. Они не хотят и этого делать. Управляющая компания уверяет, что действует согласно жилищному кодексу. Они восстановили ту часть проводки, которая относится к общему имуществу дома. Провели работы, причем в кратчайший срок. Провели работы до водных автоматов. Дальше, естественно, вся электрическая проводка относится к собственникам жилых помещений. И мы, управляющая компания, это мы не производим. По словам коммунальщиков, вопрос можно решить двумя путями. Либо с подрядной организацией управляющей компании, либо с любой частной электрокомпанией. Так что выбор за собственниками обесточенных квартир. Юрий Шумков, Иван Арапов, Городской дозор.